...сделок очень мало. И риски там такие, что мы как банк до сих пор оцениваем, пока очень у нас сошло. Это не значит, что мы не занимаемся здесь, потому что у нас есть сегодня проект, который мы реализуем по 224-му. Я думаю, что через неделю мы сходим на кредитный комитет, возможно, мы же приняли решение о финансировании нескольких проектов на основе 224-го федерального закона. Но пока что, к сожалению, у него много еще серых зон, которые ни кем сегодня не объяснены, нет практики. И я бы, если бы меня спросили сегодня, да, вот печально у вас тикера вперед забегая, да, если бы меня спросили, на основе какого закона реализовывается обыдничество проектов на основе 215-го федерального закона, на основе концессии. Немного практики, все понятно, есть проверенные решения, скажем так. Нет, давайте с точки зрения инвестиций, да, вот. Сразу скажу, что многие проекты, особенно КЧП, заворачиваются в концессии, часто заворачиваются в такие проекты, которые не требуют, собственно, государственного участия. Ну, это такие совершенно коммерческие проекты, которые могут выживать самостоятельно, работать на коммерцию, особенно это видно, когда говорят, мы реализовали проект без финансирования со стороны государства. А тогда почему этот проект, ну, будет реализован часть самостоятельно. То есть не смотрите на КЧП как механизм, который вам должен заменять аренды, который вам должен заменять инвестиционные отношения, соглашения на инвестиционные деятельности. Применяйте КЧП там, где невозможно применить более простые инструменты. Да, КЧП это достаточно сложный инструмент. И если у вас есть более простой инструмент, в частности, там, да, кризинг, да, и есть соглашение, и что-то еще перейти застал его. А уже если нет возможности, да, если вы понимаете, что на коммерцию это не вылезет, нет только обязательного участия государства в какой-то форме поддержки, нужно сохранить собственность государства за объектами и повышенный контроль, то тогда, да, я согласен применять КЧП. Но не относитесь к нему только основному инструменту во всех случаях. Тем не менее, что здесь важно на этом слайде отметить, да, что есть частные проекты, есть государственные проекты. В госпроектах у нас госконтракты, и, прежде всего, все, что связано с финансированием этих госконтрактов, как ограничение финансирования. Проекты, то есть у нас частные партнерства позволяют вам сформировать таким образом, чтобы все риски в проектах были на самом проекте. И это позволяет, в общем-то, привлекать финансирование в необходимом объеме для реализации проекта. При этом очень важно, что заимщик, то есть инвестор, не всегда обладает должной структурой, балансом, чтобы привлечь деньги на реализацию проекта. Вот ключевым, ключевой особенностью концессии ВИЧП является то, что вы можете изменить не баланс заимщика, а изменить структуру самого проекта. Таким образом распределить нам риски, что денежные средства будут привлечены непосредственно для реализации проекта. Я чуть похоже расскажу, о чем, собственно, идет эта вещь, без каких-то распределений от риска. Ну, с точки зрения мотивации, когда меня спрашивают там, зачем вообще государство, зачем муниципалам реализовывать какие-то ВИЧП проекты. Я всегда говорю так, если вы сравниваете ВИЧП и ВИЧП, то это всегда не в пользу ВИЧП. Если у вас есть средства в бюджете, и вы можете реализовать проект путем госзакупки, пожалуйста, так и делайте. Скорее всего, в современной ситуации, как мы ее сегодня воспринимаем, это будет воспринято всеми проектами чуть более эффективно. Давайте займем деньги. Даже если вы можете занять деньги на баланс, собственно говоря, государства, на бюджет, и с помощью этого организовать проекты тоже нет правды. Надо делать так. Потому что ВИЧП всегда будет дороже. Для тех, кто оказывается единственными регионами эффективности, это, собственно, стоимость денег для государства, для участника, мы никуда от этого не уйдем. Я вас не призываю, потому что поменяйте всю систему понимания, там, в стране измените Минфин. Я вас к этому не призываю. Но если в ситуации, когда нужно выполнять какие-то задачи, а привлечь средства в бюджетные и нет возможности, и нужно реализовывать эти задачи сегодня, а бюджетные средства будут только завтра, тогда ГЧП это для вас. Плюс есть несколько сфер деятельности, где действительно работа предприятий при необходимости сохранять за них государственную собственность, ну, фактически, может быть, оплачено население. Это, например, всего ЖДК. Там, где у нас сегодня существуют механизмы доритного регулирования, там, где можно занимать плату, но нужно соблюдать ограничения для того, чтобы вывозить социальные бункты и тому подобное. Вот здесь у вас механизм, и консессия у вас предлагает механизм по факту контроля за доритмом, но, как всегда, ничего вот так не бывает, то есть по факту софинансирования этого проекта для того, чтобы сохранять рейд на действующем уровне и увеличение, это основное, что привлечение федеральных средств для софинансирования этого проекта. Вот еще, наверное, важная часть. Ряд проектов ГЧП реализуется просто потому, что государство никогда не имело, допустим, или не имеет на сегодняшний день, опыта управления какими-либо деятельностью. Ну, в частности, к каким-либо деятельности относятся на сегодняшний день, и на сегодняшний день, такая тенденция, через 42-й федеральный закон о социальном обеспечении был в Украине, это еще около 16-го, но, по-моему, 18-го уступления силы, тем не менее, не появилось в регионах большого числа объектов социального обеспечения. Частники очень активно на этот конфликт, там, где это возможно, они это делают, например, не обшисказанно, но не любой гражданин, живой гос, не может оплачивать остальные частники. Такой государственный способен доплачивать частично за его обслуживание, а частник получает и обеспечивает обслуживание в том момент, который требуется сегодняшний день. Ну, и сверх доходы, это такая история, действительно, в тех проектах, где есть возможность заплаты, например, с уплатой автомобильной дороги, в аэропарту, в области, в области, в муниципальном обеспечении, там есть возможность заплатить на заработки, в частности, на аэропарту, в коммерческом обеспечении предприятия. Государство не передавая проход к частной собственности, если не хочет передавать, способен на этом заработать. если у нас есть такой актив, который интересен участникам, и они хотят сплатить это, то возможно, что это хорошее форма взаимоотношения в области. В основном, наносится крупные структурные проекты транспортного атмосферы, парты, аэропарты, аэропарты, и тому подобное. Ну, железооруженный вокзал, может быть, в этой сфере. про преимущества, мы вроде как поговорили уже, наверное, стоит еще сказать, да, тут интересный мотив такой, преимущество для частного секта, режим, куда и больше будет в отношении разрешительных социальных ценов проект, это не просто так случилось, это потому, что с точки зрения законодательства, ответственность за реализацию проекта перечисления, так и иначе, несет государство. Если правильные соглашения распределительские, даже вспоминаем, на тот случай, когда у нас с министром ЖКХ области, мы сидели замминистра ЖКХ федерации, обсуждали нашу коробочное решение ЖКХ, и она, вычитывая условия и право требования и те условия записанных, она понимает, ну что же, я буду бегать с этим инвесом, чтобы он, не дай бог, туда не попал, чтобы все вовремя реализовал, и с ним ничего не случилось, и замминистры говорят, да, это твоя работа. Несмотря, очень часто бывает так, что часто все говорят, да, у меня есть обязанность, значит, я что-то, публичная сторона говорит, у меня есть обязанность, она прописана в нормативе и законах, значит, я буду это выполнять, но в соглашении вы запишите, что здесь еще и ответственность они за ним выполняют. Что будет? не дляesters, я в данном порядке, я буду это поменять в органы, не наизуне, ну, раз вы точно установили, то штраф за неустановление вместо этого времени тареха и ответственность мы запишем соглашение. Хочешь то не устанавливать, не будет траховым, но если не установишь, то должна наступать ответственность. вот чего не хватает с точки зрения мотивы но что есть соглашение участвует это ответственное за невыполнение обязательств публичных стран в этом смысле действительно режим наибольшего водопривязывания он рождается именно благодаря тому что в администрации у публичных стран есть ответственность здесь ничего просто так не бывает все остальное мне кажется я еще раз повторюсь что я не сторонник того чтобы все забить очевидно ряд задач может быть решено и по стандартам часть задач может быть решена путем передачи но во всех случаях у причины есть определенные принципы если вы понимаете знаете тогда у вас есть возможность сразу определить какой этот проект относится кучу и не относится что это заморачиваться на основе 114 я думаю что все создалось если есть вопросы давайте ну вот сравнение очень важная часть инвестиции сейчас 4 ничего не такого не предусмотрено всегда по факту вы просто оплачивает тот объем работы который выполняет подрядчик 115 пз другая ситуация сначала инвестируется сначала создается объект и после окончания создания после ввода эксплуатации только тогда государство начинает фактически выплатить в данном этапе создания новых капитальных грамм на софинансированный проект это софинансирование а вот оплата создания и все что нужно к этому участнику это делается именно после того как объект создает это достаточно важное инвестиционное отличие в эксплуатации как мы сегодня сказали уже обязательное участие в части эксплуатации на примере например школы в области славянка школы был проект передан участнику и он принимает проект инвестиционного в плане еще изменительного это его право с соглашением он имеет право изменить собственно проект инвестиционного защищать среди прочих изменений у него благодаря различного вида изменения связаны прежде всего с экономией ресурсов ну в частности например вот это объект уже построили первое что на что обратили внимание в школе установлены автоматические краны что необычно то есть подешевле здесь работают автоматические краны почему потому что что они имеют ключ чтобы не закрывать краны и задать еще целого сущего чтобы этого не происходило соответственно экономического дальше пленки на стеклах для сохранения цепла и цепляция внутренне он сделал все для того чтобы эксплуатация объекта была для него принципиально дешевле на дорожном строительстве я видел такую конструкцию проектировщик вернее заказчик проектировщик усмотрит требования повысить межремонтный срок если стандартный межремонтный срок где-то в порядке 5 лет то он увеличивает за счет технологий нам касается технологий больше стих асфальт больше подошвы и т.п. увеличивается межремонтный срок получается объект создания дороже но на всем жизненном цифре доходная часть владимир объект с учетом того чтобы увеличить межремонтные сроки стало меньше свободное стоимость дешевле и это важная часть которую инвесторы очень хорошо понимают я не знаю где можно сэкономить но на сколько сэкономить чтобы эксплуатация не стала помогать доходная часть может быть как государство так и доходы от эксплуатации проекта соответственно обязан с публичной стороны в госконтракте они все предусмотрены законом и ничего нового дописать нельзя 115 федеральный закон это такой рамочный закон да он говорит вот есть некоторые обязательные нормы обо всем остальном вы можете договориться самостоятельно и это правило которое сегодня работает особенно применимо закон 1 применяется к самым разнообразным объектам но очень важно что вы можете в самом соглашении учитывать особенности создания одного объекта ну например наше часто встречается ситуация подготовки земельного участка кто должен готовить земельного участка для создания того же объекта образования фонсион фонсион четверг только важно сначала конкурс на конкурс на строительство потом отдельная эксплуатация то при этом сразу оговорить подготовку земельного участка публичная страна а строительство следующее а у нас еще варианты такие создает создает публичная страна а частная компенсирует за трафт для подготовки земельного участка здесь очень много вариативностей которые вы можете использовать для соглашения применительных вашей ситуации очень много вещей связанных с долгосрочными отношениями в конце все это в частности защищает инвестера потому что дает ему право сегодня по факту в будущем рассчитывать на то что он получил удовольствие тенденция причем это тенденция она не только отношения 115 но в частности тариф регулирован да досрочные параметры регулирования утверждаются на весь срок на весь срок субъект должен соответствующий выход то есть это в рамках норматив и федеральный объект это важная ну и право собственности на объект еще мне нравится концессия что право собственности на объект возникает государство это всегда правило за 100% 226 федерального действительно есть такая особенность это принципиальное отличие в том что право собственности возникает участник участников у вас хорошо это любого а когда у меня частник я спрашиваю о мнении я хочу собственность воспользоваться и так далее я говорю и посмотрите какие ограничения устанавливают на эту частную собственность саму государственную закон ну например ключевое ограничение для нас для вас да можно взять залог объект давайте посмотрим что за объект детский сад у нас построили взять и был залог я вам представляю это не звучать федеральный канал когда за первым вам взял залог малышей все-таки что именно нужно изыскать этот залог нужно истребовать его продать прежде чем продать в течение года есть права подумать относительно того не готовы выкупить а определить потому что стоимость негаличная достоинство регулироваться ну и в конце концов только просто все в этих процедур часть не сможет землю а объект плюс к этому я всегда очень смущаюсь если участник говорит что я хочу объект собственно так чтобы государство в него уважило деньги то есть государство вкладывает средства объект строится а отправляется в собственную часть я вас уверяю что даже если с юридической точки зрения все невозможно с точки зрения конкурора это точно будет неправильно никому не рекомендуется государственной счет это не то что сегодня не позволить на решение никогда не нужно эти отношения строить при этом альтернатива концессии в концессии частников да и концессионеров использование объекта необходимо для извлечения прибыли для извлечения дохода это компенсация своих затрат подсоздания если экономика проекта в принципе складывается если там в принципе есть экономика то он может это сделать на период жизни проекта при этом концессия сегодня не ограничена по словам вообще нет иногда юридически говорят что нет концессии ограничен 49 годами потому что ограничены до врага даже эта позиция разбивается и до врага даже эта позиция разбивается и до врага еще 40 в вопрос владения или право пользования распоряжение имущество или право пользования владения он если вам право пользования владения отдают имущество на 35 на 49 на столе то какая здесь разница между правом собственности я считаю что дает принципиальные особенности хотя когда он писался там идей для чего он на сегодняшний день история не работает так краткая характеристика с точки зрения закона специальность от неправильных материалов потом мы предполагал что все эти презентации будут подсказки прежде всего процент это муниципальное образование как правило губернатора либо администрации можно теоретически передать полномочию что не очень получается придется доверить что это должно все на практике двое то что пансионер кто угодно индивидуальный предприниматель российский иностранное юридическое лицо с ограничениями водоснабжения стратегической области там нельзя иностранцев у нас есть пример хорошей сделки где российские бенефициары через офшорную организацию пришли подали частную инициативу заключили соглашение пришли люди погонок и нельзя почему иностранцы и это российские предприниматели им оформить напрямую владение этим небольшим водоканалом потому что там иностранство области конструкции и главная часть это договор простого товарища и так далее важная тенденция в учебных концессиях очень очень редко когда в регионах можно найти адекватные исполнители концессионеры которые умеют и проектировать и строить эксплуатировать и так далее в ГЧП концессиях принято создать консорцию один участник заниматель и м